вот я спустилась уже в самый низ видите вон там люди далеко я там хотела пойти порыбачить но испугалась не знаю что они там делать будут с детем с маленьким этот рыбачит стоит вот такие водоросли очень часто я теряю здесь крючки взяла тут должно быть глубоко потому что если с вышки прыгать человек не должен биться там еще 2 повыше что попробую ну вот ветер около моря все это ветер а люди все идут и идут спать пора детям уже восемь часов водит посмотрите двое маленьких детей прыгают с этого мостика все накупались уходит не успела я заснять ныряют в холодный фьорд вода 13 градусов что хотела сказать у меня была поклевка у меня уже было несколько трески но они все маленькие около 40 сантиметров и их отпустила а это было сейчас большая рыба алина я запуталась как сказать удочку не можешь поднять между я стояла между этих железок удочку не можешь поднять и пришлось немножко приспустить и она сошла у меня очень плохой крючок не надо поменять у меня гладкий а надо такое за зубринами кто рыбачит понимает у кого какие крючки там две три зазубрины обычно есть дети накупались и мать пошла купаться ну-ка давай ну что шансы есть поймать что-нибудь пошла 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 ну а ледяная вода лед их мухи мухи сразу тут скопление мух да я вижу вот тут леска чья-то оборванная значит не одна за срывать мальчишка маленький тоже нырнул боже мой я залезла на эту вышку откуда сегодня дети прыгали жуть как они так могут прыгать сколько смелости надо водоросли вы посмотрите сколько там всякого ужас 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 вот я сегодня была на рыбалке часа четыре наверно но мне нравится мне не столь важно даже рыба есть или нет мне нравится просто побыть подержать удочку и за это время приходили наверно ну раз восемь это точно восемь-семь раз норвегия только норвежцы приходили купаться и прыгать с этой фигни вот что значит северный народ почти у каждого я спрашиваю сколько лет дети прыгали взрослых я не видела дети прыгали самому маленькому мальчику было восемь лет и тут сколько вниз ну метров пять где-то здесь одна приходила тайка где-то она увидела что здесь пять метров написано что маленькая вышка якобы три метра а большая пять очень страшно я наверное никогда не смогу вот но очень надеюсь что моя дочь однажды тоже будет такая же и вот последние девчонки были а приходили они где-то половина одиннадцатого все с родителями дети приходят без родителей и последние девчонки я спросила когда вы сделали это первый раз она говорит не знаю давно и начала спрашивать у мамы а так говорит ну во фьорд она спустилась первый раз когда до родилась говорит только несколько месяцев перед было первый раз она пошла во фьорд да это вот с большой вышки а с этой с маленькой вышки тут тоже приходили дети болтыхались но дети уже такие поменьше ну 8 лет 7 9 а здесь уже вот маленький было маленькому было 8 а остальным от десяти лет это ну да конечно меня норвегия не перестает удивлять мне нравится я постоянно восхищаюсь этими красотами столько много интересного я имею ввиду пейзажей здесь вот за этой березкой вот за этой березкой подальше дорожка а еще подальше там вот кемпинг и там сейчас разбудит костры и очень вкусно пахнет я бы тоже хотела чтобы мои дети ныряли во фьорд 13 градусов вода 13-14 она больше не прогревается но если будет жара конечно стоять может два месяца на 17 прогреется а так они прям выходят зубами стучат но идут все равно кто-то один раз прыгает а кто-то возвращается три-четыре раза ну долго не находятся они здесь а мне здесь место хорошее было порыбачить все пойду домой не знаю на автобусе теле пешком и вот в садике их начинают учить плавать вернее их начинают детей учить плавать в садике в садике группами ходят вот у нас в гостиницу в одну ходили да не все ходят в гостинице ну может только та школа которая находится непосредственно рядом с обычным бассейном туда наверное прикреплены остальные ходят в гостиницы там бассейнах плавают они там проходят инструктаж учат детей маленьких когда пошла когда перешла в старшую группу это было ей где-то четыре года то есть прошлом году она ходила первый раз бассейн а в этом году ходила в бассейн осенью а потом должны были пойти вот весной а тут корона началась я корона началась только-только в китае только-только стала расходиться они должны были пойти в бассейн и я тогда пошла к нашему педледер как по-русски сказать заведующий группой главные по группы не знаю нет не педледер вообще главный по садику не ледер не самый главный а под самым главным и плюс он еще как воспитатель и педагог нашей группе как нему пришла и говорю дети идут в бассейн там через две недели например да конечно я говорю посели не пойдет он так посмотрел недовольны типа как я говорю но потому что корона игру я не хочу чтобы она в гостиницу ходил турист еще ездит пока и нет но недовольный был а потом у меня знакомая есть одна ясно и ее дочка ходит с нашей в группу и я ее спрашиваю ты как говорю насчет бассейна она даже не думала но говорит ой да я тоже нет 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 и она на следующий день к нему приходит и говорит то что моя дочь не пойдет бассейн тот недовольный вообще она говорит разозлился что-то ей сказал даже как-то хотя это необычно для норвежцев высказывается вот и они собрание провели и сказали что нет бассейн в садик не пойдет бассейн садик в бассейн садик не пойдет отложится а потом буквально через неделю вообще садик закрыли а еще я в садике спрашивал одну полячку говорю а как ты насчет короны но и насчет бассейна все думаешь ой нормально я сама работаю в этой гостинице на говорит мой ждет мы пойдем игра как же это ничего не боитесь ну вот она одна хотела еще с другими потом разговаривала родителями тоже многие не хотели и поэтому собрание провели и но потом говорю садик вообще закрыли уже холода и домой надо идти в общем норвежцы мне не перестают удивлять я бы тоже хотела он рыбка плавает малек я бы тоже хотела конечно но я не знаю мне кажется я умру сразу от такого 13 градусов